Ну, здесь вот, видимо, сломаны ветки, вот эти были кусты, видимо, отец упал, пытался как-то, наверное, отбиваться. Бежал в ту сторону, тогда были следы, оскальзывался, падал. Ну, в итоге, видимо, догнали, повалили. Александр пытается в деталях восстановить картину происшествия на месте, где погиб его отец. Мужчину нашли мёртвым в лесу, недалеко от Гомеля. Здесь до сих пор повсюду следы борьбы. На изувеченном теле погибшего обнаружены многочисленные рваные раны. Правая рука очень сильно вся в зубах оказалась покусана, левая кисть была прокусана. И, судя по всему, вырвали сонную артерию. Очень глубокие следы от зубов на теле отца, говорит Александр. Сначала даже поставили его в тупик, какие только версии не приходили в голову. Однако, последующая экспертиза подтвердила, на мужчину напали дикие собаки. При осмотре на теле была обнаружена рваная рана шеи. Вокруг тела были обнаружены множественные следы животных, схожие со следами собак. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от множественной кровопотери. Через этот лес Михаил возвращался с работы домой. Это его ежедневный маршрут. Собаки, а их, по словам местных жителей, было не менее 10. Напали на него буквально в 500 метрах от деревни, в которой он жил. Справиться с дикими животными у него не было никаких шансов. По словам местных жителей, стаю диких псов здесь видели неоднократно. Правда, на людей собаки только лаяли, но не нападали. Мысли о том, что они до сих пор в лесополосе, теперь держат в страхе весь поселок. Люди не ходят по одному и не отпускают на улицу детей. Во-первых, очень много с города привозят и бросают здесь. А здесь поселок, они бездомные, бегают здесь. За детей, за всех боимся, и самому опасно ходить. Вечером, потому что припутают и порвут, чертовой матери. По чьей вине в лесу разгуливают дикие собаки, сейчас выясняют в районной прокуратуре. Там началась проверка. В местном исполкоме, впрочем, сразу попытались расставить все точки над «и». По словам коммунальщиков, отлов бездомных животных они производят непосредственно в самом населенном пункте. А вот лес – это уже не их территория. Но после такого обещают навести порядок и там. Учитывая, что концентрация безнадзорных животных на территории Гомельского района зафиксирована вблизи сельскохозяйственных предприятий, в лесных массивах, в пассивных массивах, мы приложим все усилия для того, чтобы подключить и сельскохозяйственные предприятия, и охотничьи хозяйства для принудительного регулирования численности этих животных. Говорить о реальной борьбе с бродячими псами, считают собаководы, можно будет только с появлением в стране закона об обращении с животными. В Беларуси его примут в ближайшее время. Специалисты предлагают зарегистрировать всех домашних животных методом чипирования. И как только в базе данных появятся адреса хозяев, число бродяжек сократится в разы. Между тем, Александр, не дожидаясь результатов прокурорской проверки, намерен просить разрешения на отстрел опасной стаи. Главное не допустить, чтобы это дальше продолжился, этот весь ужас, и чтобы собаки просто-напросто не вышли в поселок. Максим Вичерков, Владимир Петенев. Наши новости. Гомель.